МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребята, мы с вами продолжаем борьбу за звание шестого мастер-шефа Украины и право учиться в одной из самых лучших школ мира – Ликорденблю во Франции. Я уже себе являю, как я за рынком стою в векне Альфа-Лава башни, я себе там круассанчики в лижечку точу, разумишь, за апельсиновым сочком. Я уже твоя была и думаю, блин, Наталка, треба сегодня снова попросиваться. Как вы успели заметить конвейер? Жесть. Конвейер прокляти. Сразу очкану Малеха, потому что, ну, я дивился эти сезони, там, то одни не вгадывали, другие вгадывали, как воно будет. Ничего доброго с конвейера никогда не получалось. Открию вам страшну таємницю. За цим зловісним конвейером Всі п'ять років стояли мы. И это мы вирішували порядок выхода продуктов, намагающись заплутати команды. Саме тому цей конвейер отримал таку славу. Оплески не потребны. А сегодня вам выпадет уникальная возможность оказаться по ту сторону конвейера. Ладно. И сегодня маленькими демонами, которые за этим конвейером, будете вы. Не всем, конечно. Только два человека от команды. Капитан и его сушер. Два человека уходят за конвейер, а остальная часть команды остается на кухне. И у части на кухне остается задача угадать блюдо, которое идет по конвейеру, его приготовить и подать. Итак, тогда разделимся на команды. Так как в предыдущем конкурсе не было победителя, судьи назначают нам капитанов. Итак, капитан первой команды. Светлана. Светка, мамка, Биличук, Светлана, пум, надуло, все, булки надуло, выходы. Волнуется женщина. Ну, конечно, капитаном очень ответственное дело, тем более новый день, сразу капитан, сразу звание, погоны, должность, не обмытая. Ну, как вот так быть капитаном? Не обмыла должность. Я в цьому бачу лишь позитив. Если побачишь негатив, значит, будет негатив. Если хвала, значит, будет позитив. Не обмытываешь, не поясешь. Вот так называется. Хороший предмет, короче, к выигрышу. Наташа. Я не была капитаном, когда я сама настаиваю этот час, правильно? Я ходю и беру желтый фартук, как цепятка. Лена. Лена. Первый раз в ней дебют капитанства. То есть, мне было интересно, как же она будет себя, ну, покажет себя капитаном. Светлана, давайте с вас и начнем. Таня со стеной. Таня сразу чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Тетя, ну, вона любит вот так, туда-сюда, смешали, переложили, и у нас все получилось. Таня. Танюша пішла себе, попливла, как я говорю, Таня у нас, вона тут, потом Таня тут, Таня тут, Таня здесь, и Таня вот тут. Сразу с губами. То есть, вона перемещаемая, как привидение, вона. То есть, в балахоне, каком-то, не в плате, как на дискотеку пришла. Кукурузка. Только мне не было понятно, почему она сразу как кукурузка. Ну, я думаю, Саша, можно было бы сказать правильно, ну, чтобы с повагой якоюсь выразить. Викторий. Юра. Він завжди спокійный, виваженный, в нього нема з цієї лишньої историчности. Катя. Асмик. Аллах, тобі посылатима жовтый. Він дуже багато навчається, він дуже багато зусиль прикладає. Хамятер. Русла. Что, собственно, хороший выбор, как по мне, вот, со стороны Святланы, хорошую выбор она сделала. И не понимаю, Святичка, доброе сердце, что ты делаешь? Женечка моя любимая, на что тебе отой официант с бельным бручничком? Він себе такой, как он есть, но он сделает, если ему сказать, его попросить, чтобы не подбить, он не подведет. Оля вам також посылатима жовтый, напевно. Бонусом мы получили Николая, батарейку-энерджайзер. Я очень тяжело иду на компромиссы, может, поэтому и меня так не желают. Не проблема. Я прожил таким 64 года, я проживу и дальше, еще 44. Капитаны выберет собесу шефа. Для чего будет сушеф? Чтобы вместе прийти к единому мнению, что одна голова хорошо, а две лучше. Я бы хотела, чтобы ты и ты и ты оставься на кухне, чтобы вы толково что-то, ну, вы больше блюд знаете, доброе? Понятно. Я бы решила, что Кирсайева, Юра и Олег, они больше досвиду в приготовлении каких-то трав, они, ну, швидше отгадают, оскольте они, ну, знаешь, больше, там, ну, витнят. Все. И Наташа говорит, Оля, ты всегда молчишь, ты не ругаешься со мной, мы идем с тобой вдвоем, а ребята посетуются, два пацана и девчонка, тут скандалов не будет. То есть, чтобы они и тут не скандалили, и мы не скандалили. А, ну, значит, Вика пьеде земной. Я знаю, что на Вику можно покластися завжди, ну, и тем больше, что будет спокойно с этой стороны. Тетяна сказала, Виктория, мы знаем ваш характер, знаем ваш характер, думаю, откуда они знают мой характер, они еще не общались со мной ни разу, там, особенно близко, но уже они мой характер знают, знаешь? Давай бери Николая, потому что она портащит. Я Барону не знаю. Да, а то вы будете. За Барону я Николая, потому что только я умею иным управлять. Если я его залишу, сейчас будет у Кати истерика, потому что у Кати и так истеричка. Забираю Николая, потому что нога болит, бегать не буду, Николай будет бегать, все робить. Ножку заклинило, что-то с коленком, что-то серьезное, и вроде как не серьезное. Ты что, плачешь опять? Я отшла. Команды выходят, а остаются лишь шефы и сушефы, потому что они будут знать только, какая страва будет у них. Команда красная. Суэкіпу девят... Блин, креветичный биск. Я ж королева соусов, я обожаю соусы. Ну, шо я не могу, блин, це ж ну той самий соус, тіпо стики суп. Чуть-чуть друге, интерпретаритация. Ну, короче, основа та сама, факт то, основа та сама, понимаешь, панцири. Команда синяя. Монастирская изба. Ну, мы дуже... Я до... Я готую цей десерт дуже згусте дома, я его знаю. И команда жорти. Мусака. Классичная мусака, розумієш? Я така, окей, бо заразу ноль зараза згадала, що Олег, мов, знаю траву, але розумієш, що він через цей мусак в червний фартах попав. Тому думаю, блин, вона, напевно, просто сниться вже в стерешних снах. З того боку конвейера ви побачите всі необхідні продукти та додаткові підказки, які покликані допомогти вашим командам розгадати страви. Зверніть увагу на знакові інгредієнти та девайси, що відрізняють ваші страви від усіх інших. З чого у вас буде можливість видати 15 підказок? І девайси туди входять, і туди продукти входять. Якщо так розкладаєте собі ці продукти, чи девайси даваєте, чи продукти даваєте, собі вибирайте стратегію самі. Ребята, за один раз можна передати тільки один продукт. Кладовая з девайсами у ваших колег буде відкрита, а вот продуктова буде закрита. Вони будуть готові тільки з тих продуктів, які ви їм дадите. На роботу у вас буде полтора часа. Все ясно? Так, так. Час пішов, погнали ми за конвієри свої, в своїй кімнати. Дивимось, приходимо в кімнату, там, глядаєш, великі екрани, і я ж бачу свою команду, залітають. Ой, прибігли наші кіцьки. О, мій, я ж чекарну встанюю. Сіли, подивилися, там на столі були продукти. Дивіг. Льод їм не даєм, нашим дали. Вінчик не даєм. Що первое отдать ребятам на готовку? Потому що, якщо ти видаєш якийсь алимент, і він може завести в такі дальні края, що потім оттуда не відбратися никак. Ми ж не зможемо ребятам никак розказати, що приготовити, як це зробити. Я поршу даю манталіну, якщо баклажану вийшли, вони, короче, за розднероблясь з цього, рататую. Якщо ми передаєм синие первые, вони їх порежуть, потушат, вони їх пожарять. Вони можуть з ними все, що угодно, зробити. Але к ним не придет вообще мысль, що це мусак. Там нужна нарезка. Первий слой должен быть синий, мясо должно быть измельчене через мясорубку. Помідорка, морковка, лучок ідет, цей буде пармезан. А соус башамали, соус болонезе. Какую тарелку принесем? Вот эту? Или вот эту губерку? Чтобы было понятно. Тут? Вот это да? Конечно. Треба зробити біск, піджарити панцирі креветок з луком, з чесноком, потім туда можна добавить сердюрей, зелень, коньяк, випарить його, потім зробить бульйон, овочний. Моя самая перша, їм підказка, це тарілка. Тарілка для супа. Ну, тому що, якщо ти десеш тарілку для супа, то вони ж там не зроблять, блин, лазанню в них. Так, що ми з'явилися? Ну, как? Нашій команде потрібно було приготувати блюда під названням монастырська ізба. Це десерт, це дуже високий торт, який робиться з трубочок, який робиться з пісочного теста, потім вони наполняються вишнію, який отварюється в сиропі, ці вишні. Ми даємо їм зразу сахар, для того, щоб ми не поняли, що це десерт. Почали видати цукор, бо тому, що це було би зрозуміло, що це буде десерт. Перший передали вандоліну. Опа! Ліпше, хай 5 хвилин просто постоять, як вар'яте розміжнутою мандолину, чим просто переведуть всі мої баклажани. Я знаю, що в нас, я вже догадуюся. Я просто соберу мандолину, мені, як завжди, внутрішній голос каже, Оліх, це мусака. Мені здається, що в нас буде мусака. Либо мусака. Молчі, Таня, це не то. Таня, молчі! Мюшико, мусака! Слушай! Таня, мусака, мусака! Ракатуй! А, лець, мусака, мусака! Мусака, мусака! Мусака! Молчі, я тихий! Он всюди видит, даже в девайсе, понимаешь, это его просто карму Мусаки. И поэтому он сразу начал это сказать. Я смотрел на Юру и на Таню. Таня, она всегда как мем. Юра, я вижу, начал шевелить мозгами, что оно такое за страва. Ну, видно по участникам сразу, как бы, кто понимает. Если это реально Мусака, это будет прикольно, что мы с первого раза все обгадали. Но я почему-то не верю в хэппи-энд. Мы пожили вообще за девайсами, чтобы нагреть воду, включили духовку, печку. Знаешь, всякие девайсы набрались, самые необходимые, что может там приходиться. Знаешь, в любом случае. Сахар, мирный стакан. Что-то сладкое. И мы сразу поняли, что если это логично, то у нас десерт. Делаем сахарную пудру. Ну, вся пудра вообще не работает. Ну, что мы можем сделать с сахаром, да? Ну, не просто стоять три человека, стоим на кухне, мастер-шеф, время идет, и мы стоим. Мы решили, что давай сахар превратим хотя бы в сахарную пудру. Что, вы будете сахар взбивать, а? Болтливый завелся тут у нас в данном проекте. Парниша. Тим Мандолина пришла, нам тарелка. Круто, так подавайте виду уже. Не, ну тарелка, конечно, блюда с тарелки можно приготовить очень-очень даже много. Ну? Грязная тарелка. Грязная тарелка, конечно, подсказка. Тарелку натру, чувствую. Смотри, это тоналка какая-то. Кого? Какая тоналка была? Тоналка? У кого такая тоналка? У кого такая тоналка? У нас у всех такая тоналка. Что ты мелешь, Катя? Какое пятно нахрен? Люди добрые, это обычная тарелка. Тарелка для супа. Майте совесть. Подсказка о том, что у нас что-то будет плавать. Это не суп, может быть. Суп, правильно! Мы все поняли, что у нас будет какое-то первое блюдо. То есть это что-то жидкое будет. Хотя, знаешь, готовили мы пирог плавающий. Я не удивлюсь, что там и пирог будет. Думали, 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 но придумали, что просто поставили. Ну, правильно, что же они с ней делать будут? Знаешь, аналогично. Так само, как у Мандолина там стояла. Ну, реально, что может быть, это то, что пластины будем нарезать этим мусаком. Я не делал никаких выводов. Я говорю, хорошо, может быть, да, может быть, это слишком просто. Он говорит, вот смотри, смотри, следующим будет баклажан. Все, будет баклажан следующим. Боже, поможи! Дай нам баклажаны. Это что, опять можешь? Баклажаны! Баклажаны! Давай! А я шокозал! Я шокозал! Я шокозал! Я шокозал! Это слишком просто, мне кажется, это очень просто. Это что-то не может быть так просто. Ну давай, это просто, да, это просто. Ну я был уверенный, внутренний голос подсказывал. Олег, это мусака. Это будет мусака. Вот я тебе сто процентов говорю, я уже был уверенный вообще капец. Олег, двести процентов, это будет мусака. Двести процентов, что это мусака. Он начал эти синие стругать. Это будет, как я когда-то косил, где ногти отлетали. Я никогда с мандолиной не работал, мне хочется эту мандолину изучить. Вдовже, поперек, и раком, и боком поставить, чтобы научиться ей работать. Мы дали маргарину, там была маргарина трех видов. Ну, понятно будет, что это уже будет плесочка. Маргарин. Что это? Маргарин? Маргарин. Ну и что? Может быть плесочка. А он разный весь. Один маргарин с фотографией, сверху пряничные человечки, печеньки. Второй маргарин для слоеного теста. Третий маргарин для пампушек. Может быть, будет какая-то слойка. Может быть, они взяли... Типа показывают. Надо сделать слойку, пампушку. Ничего не понятно. Три теста надо делать, что у нас блюдо из трех тестов. А надо же блюдо угадать. У меня нет в голове блюда, в котором есть пампушка, слоеное тесто и печенька человечек. Песочка. Если сметана будет. Все, Таня ждет сметану. Свет, Таня сказала, Таня говорит, если чуть-чуть... Песочка домашняя, это сметана. Свет, неси сметану. А сейчас на Кремле не будем мать что-то. Они все ее не используют. Я боялась, потому что можно было запутать, что эта сметана должна быть чистой. А для Крема непонятно, что бы было. Нет, Вика, нет, муку будем давать. Муку сейчас будем давать. Я капитан, я буду выреживать. Давай говорим разом, но вырежу все-таки я. А что вам пришло? Какая разница? Какая разница? Какая тебе разница, Катя? Ну скажи правду. Слушай, Катя, иди за свою поверхность. Иди отсюда. Да ты что? Ничего себе. Я не гордая, я ушла. Ну, ты знаешь, звездная болезнь, она такая. И она неизлечима, к сожалению. Как женский алкоголизм не лечится, так и звездная болезнь не лечится. Креветки. Креветки, ну, нам надо догадаться, что не близко. Ну, мы даем им креветки. Ну, основные ингредиенты по-любому креветки. Все, я по... Ну, что ты понял? Все. Что, все? Давайте чистить. Все, что ли? Все, что ли? Все на креветок. Ну, прикольненько уже, знаешь, так. Креветочный суп. Так, давай тогда одни пожарим, другие просто почистим. Стоять же мы можем... Мы начинаем чистить креветки. Чистят креветки Коля и Саша. Мне так жалко их. Так, чистят пока правильно, чистят. Да, мы чуть-чуть поварим, и деяки пожарим. Вони все нормально. Это пакет. Да. Чистят, и тут хомяк бере и выкидает панцирь из этих креветок, которые он почистил. Те панцири, хомяк. Помоги, давай, что они нужны. Сам Цимус есть и панцирь, креветки, размолот. То есть в самом корпусе идет весь тот самый аромат, который хранится на дне моря в этих креветках. Придурок! У меня просто ножом по сердцу. Я думаю, ну все, сделали. Уже сделали. Биск такой вообще шик, блеск, красота называется. Что, правда выкинул? Да. Ты что, дебила? Ты серьезно? Мне что не сказали? Ты что, дебила? Из чего делается биск? Коля, ты вообще в себе? Я честно, я по-своему не знал. Что ты не знал, как делается биск? О, там уже оскорбления идут. Классический стиль. Нет, ну честно, Пескова, Швец, Лена, они напоминают какую-то клоунаду, серьезно. Это в смысле, да. В смысле, знаешь, реально это смешно, знаешь. Когда она начинает оскорблять Николая Николаевича на прошлом конкурсе, я про Пескову говорю, со Швецом. Слушай, да вы вообще малолетки, вы ничего в жизни не добились, вы ничего не имеете, как вы вообще разговариваете со старшими людьми, ребят. Поэтому эти люди вообще не потеряли какое-либо уважение в моих глазах. Коля, тебя реально заставь дурного бога, молодцы. Беги, Катюк. Мясо, 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 мясо. Идану я им чесночок. Треба креветки мариновать. Ну, эту креветочку замариную. Начал мариновать. Я начал мариновать креветочки. Замариновал чесночком, оливковым маслом и соль, перец пока, и отклав. А, они уже догадались? Наташка? Да, конечно. Вони уже догадались, що це мусака, вийшло їм мясо, поки вони його нарубають, знаєш, красивенько, щоб замаринувати встигли. Блин, наравлечки, важливо загорелись. Мясо, сначала я його на такими тоненькими як на біточки, потом жульеном, потом наоборот лап-лап-лап, ножом потом бах-бах-бах. Там прийшла мука. В наличии у нас сахар, сахарная пудра, мука и три вида маргарина. Ну, что можно сделать? Мы решили, что это все-таки песочное тесто. Но песочное тесто тоже бывает двух видов. Песочное тесто может быть сладким, а можно сделать не сладким, если это, допустим, для каких-то тарталеток, для вторых блюд, для закусок, для киш-лорен. Я делаю пополам. Одно сладкое, одно нет. Да. Видишь, уже позамешивали и сладкое, и такое. Ну, це собак раме, да довешай, не розмешивайся. Я тебе говорила, до мультини, си сметану. Я тебе говорила. Я тебе говорила. Все добре, что ты мне говорила? Но опять то же самое. Опять, понимаешь, начинаются те же грабли. Это сметану. Сметану, Света. Сметана? Да. Есть. И они начали делать тесто. Уже переробили, еще одно тесто сделали. Зачем делать три теста? Ну, они все равно, не розумели, что им нужно делать. Я, значит, как не гляну на экран, на их столы. Тесто месяц. Опять гляну. Тесто. Уже другое. Еще тесто. Света, сколько у вас там тесто уже? Как всегда, делают тысячу блюд и не знают ничего. Поехали. Помидоры, чтобы они заробили, было не за, знаешь, соус нормалек. Выехали помидорчики, помидоры бланшануры, скурку сняли, хопуру. Сей серединку вырезал, я их чик-чик-чик-чиков кубиками. Мы заливаем, делаем баланьезы, да? Ну, конечно, баланьезы, конечно, как говорит актер, конечно. А не в рубеж же, да? Ну, понимаете, что чеснок для креветки. Это же, может быть, этот суп, как он называется, с рыбой и с креветками, забыла. Нет, это не Буя-бэс. Подожди, у нас еще очень мало продукта. Ну, Буя-бэс, может быть. Нет. Почему-то мне подумалось, что у нас Буя-бэс. Я хожу и говорю, у нас Буя-бэс, ну, мне так кажется. Сейчас свинишка приедет. И тута даю им вершки. Катя, если ты сейчас с вершками исполнишь проблему прессу, я тебя и бью. Все, вершки, думаю, ну, это уже конкретно подказка до Бізка. Ну, уже все, ну, куда не ишло. Я им даю вершки, Катя ляпает. Да у нас Буя-бэс, я вам говорю. Ты дура, блин, чи что? Ты чула таке боя-бэс, блин, з вершками? Боя-бэс з вершками. Вона зуб даёт, бо в ней боя-бэс з вершками. Вона просто знає, що я реально мечтаю приготовить боя-бэс. Я про него миллион раз читала, він мені дуже нравится, я его никогда не ела, и я его никогда не готовила. Не роби боя-бэс, Катя, я тебя убью з твоим боя-бэсом разом. Иди, хамана. Все, боя-бэс. Да. Я же кричу точно боя-бэс. У нас боя-бэс, бо у нас помідори, бо воно красного цвета. Я думаю, що це красний боя-бэс. Роби красний боя-бэс. Пускай хоть будет. Какий боя-бэс з вершками, женщина, розумієш. Там треба як мінімум п'ять видів риби, плюс міндії, плюс восьминоги, плюс креветки. Дякую. 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 Дякую.